Далее про здоровье наших малюков. Проблема плоскостопости. Батьки часто вважают несерьезной. Однако педагоги застерегают. От этого страждают не лишь опорно-руховый аппарат, а и организм в целом. Послушаем, что порадят в Клубе Розумных Мам. Все дети рождаются с абсолютно ровной стопой. Там, где у взрослых выемка, у карапузов находится жировая подушечка, необходимая для амортизации их первых шагов. Но эти подушечки очень скоро исчезают, и появляется арка. Время сидения у ребенка около 6 месяцев. Время ползания около 8, и время ходьбы около 10. Если ребенок становится раньше, мы должны с вами стараться не ставить его, так как стопа, формирующаяся, не готова выдержать ту массу тела, которую имеет ребенок на данное время. Слабым звеном в этом возрасте могут стать также мышцы и сухожилия. Непосильные нагрузки могут их растянуть. Мамы и папы, запомните, это и своеобразная зарядка, и подготовка к первому шагу. Чтобы правильно сформировалась стопа вашего малыша, старайтесь не носить обувь, которую вам передают по наследству, так как сама обувь уже сформировалась под стопу предыдущего малыша. И у вашего может вызвать явление плоскостой. Обязательно следует обратить внимание на обувь, которую вы покупаете малышу. Задник должен быть высоким и жестким, хорошо фиксировать голеностопный сустав, а подошва не сильно мягкой. Ранняя диагностика возникновения плоскостопия зависит от того, насколько ребенок регулярно смотрится и осматривается ортопедами. Ребенок первого года осматривается месяц 3, 6, 9 и 12. Ребенок более старшего возраста осматривается каждый год. Подкостная часть стопы формируется до 4-4,5 лет. Чтобы стопа крохи сформировалась правильно и вам не пришлось носить ортопедическую обувь, занимайтесь физкультурой для ножек. На помощь придут обычные бухгалтерские счеты или массажер для ног. Пусть кроха раз в день по 5 минут ходит по ним. Правильное формирование стопы вашего малыша будет способствовать его хождению дома по массажным коврикам, кипоразбросанных каштанчиков, камешек и массаж стопы с помощью ноготочка большого пальца. Вы рисуете восьмерочки на стопе крайне регулярно и будет как профилактика плоскостопия. Можно также заняться физкультурой и дома. Очень хорошее упражнение, кто быстрее докатит карандаш. Положите на пол два карандаша и предложите малышу на перегонки пальчиками ног докатить его, например, к дивану. Будьте здоровы! Пусть ножки вашего малыша никогда не устанут идти вперед!